В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Городские власти проверили качество капитального ремонта в одном из рязанских домов. Рязанцам представят возможность примерить противогаз и в городе автоинспекторы не разрешают тонировать автомобили. В Рязанской области продолжается реализация программы капитального ремонта в многоквартирных домах. В целом она реализуется следующими темпами. В этом году будет всего потрачено 1,3 млрд рублей на ремонт в более чем 600 домах. Сегодня городские власти ознакомились с ходом выполнения работ в доме на улице Великаново. Осенние краски листьев и насыщенный цвет фасада сразу создают ощущение праздника. Сегодня на улице Великаново в доме номер 18 закончились ремонтные работы. Список работ обширен. Отремонтированы межпанельные швы. В подъездах заменены оконные рамы и входные группы. А штукатурен и покрашен фасад. И это далеко не все. Подобный ремонт был произведен более чем в 400 многоквартирных домах города в рамках краткосрочной программы капитального ремонта. Сегодня активно участвуем уже в окончательной стадии приемки работ. То есть фонд принимает эти работы. Таким образом программа реализуется и к концу года мы планируем, что в принципе все объекты будут готовы в полном объеме. Мы совместно с фондом жилищной инспекции постоянно контролируем. Также самостоятельно выезжаем на объекты, смотрим, как подрядчик выполняет работы. Активно сотрудничаем со старшими по домам. Капитальный ремонт – это разные виды работ в зависимости от потребностей дома. Ремонт кровли, фасадов, инженерных систем, несущих конструкций, подвалов или фундаментов, лифтов. Подрядные организации проходят жесткий отбор и контроль за ходом выполнения их работы производится постоянно. Контролирующие органы приезжают несколько раз в неделю. То есть также акты скрытых работ подписываются сразу же ими. То есть на все конструктивные элементы или на акты скрытых работ мы вызываем сами. Хочу сказать, что подрядчики сформировались ответственные, качественно выполняют работы. Есть замечания, которые возникают, но они реализовываются в процессе производства работ, устраняются. Требования к подрядчикам и контроль за ходом выполнения работ будут только ужесточаться. С 15 октября этого года вступает в силу новое постановление правительства Российской Федерации. Теперь подрядчики будут отправлять свои заявки в электронной форме. Из них Министерство строительства области формирует реестр подрядных организаций и проводит электронные торги. Но не только государство может следить за ходом выполнения работ. Именно жильцы ремонтируемого дома, старшие по подъездам и представители ТСЖ, могут оперативно передавать информацию о каких-либо нарушениях. В общем, ремонтом довольны. Дом косметически красивый, вроде так все хорошо. Конечно, по ходу строительства у нас были вопросы, замечания, претензии, но мы их тут же старались разрешить с представителями ремонта, ремонтной организации. И они всегда шли нам навстречу. Все покажет зима. А вдруг что-то со швами будет, вдруг где-то плесень покажется или что. Вот это вот беспокоит. Беспокойство жителей понять можно, но их опасения напрасны. Подрядная организация несет гарантийные обязательства за произведенный ремонт сроком от 5 до 8 лет, в зависимости от типа работы. И все недочеты, если такие появятся, им придется исправить за свой счет. На прошлой неделе патриарх Кирилл подписал обращение активистов за полный запрет абортов в России, что вызвало большой общественный резонанс. Высказываться по этому поводу стали общественные деятели, представители власти и врачи. Мнения, как и прежде, оказались весьма противоречивыми. Те, кто высказывается за невозможность отказа, говорят о том, что страна в этом случае вернется в советское время, что вновь станут популярными подпольные операции. По мнению же других, человеческая жизнь считается с момента ее зачатия. И делая аборт, женщины убивают только что зародившегося человека. По словам врачей, такие обдуманные отказы от ребенка чаще делают молодые девушки, у которых первая беременность. Но это единицы. Статистика абортов неутешительна. Утешительно. Наша страна по показанию убийств нерожденных детей занимает одно из первых мест в мире. У нас уже идет наработка. Мы уже сравниваем прошлый год и этот год. И у нас довольно-таки хороший результат идут. Вот в этом году, за первые полугодия, 94 женщины изменили свое решение, отказались от аборта. Как помочь женщине, которая стоит перед выбором – делать аборт или сохранить жизнь будущему ребенку? Сегодня для медиков и акушеров это одна из главных задач. Чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране, в Рязани не так давно создан Центр психологической поддержки. В женских консультациях уже работают психологи, которые могут ответить на вопросы будущих мам, развеять сомнения и дать квалифицированные советы. Статистика показывает, что примерно 20% женщин после разговора с психологой меняют свое решение и отказываются от аборта. Допустим, если женщина говорит, вот у меня маленькая зарплата, там муж работает на одной работе. Так, хорошо, кем у вас муж работает? Тем-то, тем-то. А какой у него график? Вот там два через два. Ну, за два дня он может еще себе какую-то работу найти. Да, вы знаете, вот об этом я не подумала. Вот там, или, допустим, вот некому ребенка в школу водить. Вот я рожу сейчас второго, я уйду в декрет, а кто мне первого будет водить? И вот там через три дороги надо переводить. У вас есть бабушки? Есть. А почему бабушку вот не привлечь к этому? Вот находим такие вот пути решения из данной ситуации. В принципе, вот одна женщина приходит и говорит, а вы знаете, вот как говорили, так все и случилось. Вот я маме позвонила, мама прям такая радостная, согласилась водить ребенка в школу. Муж, да, говорит, конечно, найдем вторую работу, там третью. Ну, родственники какие-то помогают, друзья, знакомые. В принципе, проблема она и не проблема уже начинает получаться. Психолог Ольга Василевская помогает решать душевные проблемы беременным женщинам. Хотя сама врач утверждает, что не отговаривает от аборта, а просто помогает принять нужное решение. Все общество должно наконец-то прийти к пониманию пагубности аборта. Не только для физического, духовного и душевного здоровья одной отдельно взятой женщины, но и всего нашего общества. И если мы к этому придем, то тогда должен быть выработан абсолютно мирный, а не шашками размахивательный механизм того, как нужно общество подготовить к тому, чтобы аборты в нашей стране больше не делались. Территорию 8-й городской больницы уже несколько лет украшает аллеи спасенных жизней. Сюда приходят мамы, которые когда-то стояли перед выбором, оставлять ребенком или нет. Вместе с врачами они сажают деревья, кусты или цветы. Начало традиции положено в 2010 году. Каждое посаженное деревце или кустарник символизирует спасенную жизнь когда-то будущего, а теперь уже счастливого малыша. Но все равно всегда существовал определенный процент женщин, которые шли на аборт, которые проживали беременность. Несмотря на все государственные или какие меры профилактики этого, всегда будут женщины, которые относятся безответственно к своему здоровью, которые не считают беременность, внутриутробный плод живым человеком и которые распоряжаются им как какой-то вещью. Все чаще психологам приходится сталкиваться с последствиями аборта, так называемым постабортным синдромом. Он возникает из-за чувства вины, которую вначале женщина и не испытывает. Аборт лишает, и она, тем, что она совершает аборт, она лишает этого будущего, ну, ребенка, она лишает возможности его просто жить. То есть, по сути, это лишение права на жизнь. Я считаю, что это неправомерно. В каком плане? Ну, потому что надо об этом думать раньше изначально. Это, конечно, неправильно, но запрет ничем не поможет. Он только обострит ситуацию в здравоохранении и приведет к росту подпольных услуг. Неравнодушие врачей, представителей церкви и общества к судьбе беременной женщины уже привело к значительному сокращению числа абортов. Возможно, скоро наше общество придет к единому знаменателю и осознает потребность в нации в отказе от абортов. На это потребуется, возможно, не один год, чтобы миллионы женщин осознали радость материнства. Анна Герцовская, Алена Куколева, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». К другим темам. К тонировке стекол на автомобиле многие водители относятся по-разному. Кто-то, используя затемнение, считает, что это практично, другие хотят с ее помощью подчеркнуть свою индивидуальность. А для кого-то темные стекла являются признаком независимости от любых норм и правил. Тем не менее, тонировка – такое же нарушение правил дорожного движения, как проезд, например, на красный сигнал светофора. Многие автовладельцы прибегают к тонировке, чаще всего для статуса и солидного вида комфорта и уюта машины. Тем не менее, качественная и правильная тонировка встречается далеко не всегда. А сотрудники госавтоинспекции продолжают проведение мероприятий по выявлению неправильно тонированных автомобилей. С начала года в Рязанской области было выявлено более 12 тысяч таких нарушений. В качестве примера сотрудники ГИБДД приводят случай, который произошел 28 сентября на Первомайском проспекте. Дорожными полицейскими был остановлен автомобиль БМВ, на передние боковые и лобовое стекло которого была нанесена тонировка. При проведении замеров светопропускаемости было установлено, что она не соответствует требованиям законодательства. Водителю выписали штраф. Кроме того, было установлено, что ранее ему уже предъявляли требование устранить незаконную тонировку. А зачем вы его тонировали? Хотелось. Хотелось? А вы знаете, что это нарушение законодательства? Да. А вам предписание выдавалось на устранение? Да. Вы его не выполнили? Вы сознательно это сделали? Да, я не успел. В результате на молодого человека был составлен административный протокол за невыполнением законных требований сотрудников полиции, по которому судом вынесено решение о наложении в первый раз штрафа. Сотрудники ГИБДД напоминают, что за нарушающие правила дорожного движения тонировку автовладельцу придется заплатить 500 рублей. Если же водитель не выполняет предписание на устранение тонировки за повторный проступок, ему положен штраф до 1500 рублей, либо же административный арест. Рязанцам предоставляют возможность примерить противогаз. Во всех регионах России стартовала тренировка по гражданской обороне, которая продлится три дня. Это самое масштабное учение за последние годы. В рамках данного этапа горожане смогут ознакомиться с информацией в учебных пунктах по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. 5 октября в 11.30 на телефон секретаря школы номер 57 поступил сигнал тревоги. Началось масштабное учение по разворачиванию пунктов выдачи индивидуальной защиты для неработающего населения. Личный состав звена подготовки к выдаче, работа готова, документация собрана, противогазы рассортированы, проведение гигиенической обработки средств индивидуальной защиты, звено готово. В случае чрезвычайных ситуаций в Рязани будет развернуто 49 таких пунктов. Все они находятся на базе муниципальных учреждений. В их число входят школы и заводы города. В этом году основной площадкой учений стала школа номер 57. К ней прикреплены более 5000 человек и на каждого из них заготовлен комплект защиты. Тренировка. Проходит раз в год. Тренировка. В масштабе большом, например, когда штабная тренировка сейчас проходит, раз в три года. Вот в том году мы проводили такую же точную тренировку на базе школы номер 41 в Октябрьском районе. Сейчас мы проводим в железнодорожном районе. В Рязани три химически опасных объекта. Все они находятся в железнодорожном районе. Поэтому работа пунктов выдачи приобретает особое значение. Противогазы, защитные камеры и другое оборудование привозят со складов на специальном транспорте. В пунктах его выдают неработающему населению, пенсионерам, детям до 17 лет, а также студентам колледжа и техникумов. Светлана Игнатова пенсионерка и на подобных учениях присутствует впервые. Вообще немножко жутковато как-то. Если представить, что это будет на самом деле, то это, не знаю, мурашки по коже. Думают, что да, я подготовлена. И этот опыт стараюсь передать своей семье. Обучение внутри семьи, курсы БЖ в школе, плановые учения – все это элементы большой работы по организации безопасности граждан. Работа ведется постоянно, ведь кто предупрежден, тот вооружен. Телекомпания «Город» более семи лет работает для рязанцев. Главная цель моих коллег – чтобы наши телезрители были в курсе новостей и главных тем региона. Сегодня в эпоху интернета, когда каждый может узнать все самое необходимое с монитора компьютера или смартфона, мы стараемся преподносить и показывать материал с точки зрения независимости, объективности и авторского видения происходящего в нашем городе. На этот раз телезрители увидят вещание телекомпании в новом оформлении. Осень, как полагается, время изменений и новых начинаний. Коснулось это и нашего телеканала. С 1 октября телеканал «Городской» обрел новые названия и новое оформление. Теперь ежедневно, 20 часов в сутки, с 7 утра до 3 часов ночи, с вами телеканал «Город» в новом красно-белом формате. С традиционным, уже узнаваемым восклицательным знаком. Телекомпания существует уже более семи лет, а с момента основания утекло немало воды. И год за годом мы стараемся совершенствоваться, идти в ногу со временем и удовлетворять вкусы наших телезрителей. Пытаемся, в общем-то, стучаться до каждого зрителя и найти каждому конкретному зрителю свой подход. То есть, постоянный мониторинг телеканала, кто смотрит, когда, зачем. То есть, пытаемся найти всех. Вот от совсем маленьких, вот у нас «Маша и Медведи» сейчас идет, мультфильм, да, который маленькие детки смотрят, до совсем взрослых бабушек, дедушек, которые смотрят документальный фильм, цикл, который называется «Моя правда». Новый сезон обещает быть действительно интересным. Телезрители ждут как самые качественные фильмы, так и интересные проекты, как новые, так и уже завоевавшие признания у аудитории. Конечно, по-прежнему телеканал останется верен себе. И каждый день традиционно в 19.00 и в 21.30 будет знакомить с самыми актуальными новостями нашего города. А молодой творческий коллектив всегда готов стараться работать от души и, не жалея бумаги, пера и света софитов, стараться на благо нашего телезрителя. Ань, привет. Расскажи о творческих планах. О своих творческих планах. Да. Я хочу приносить людям счастье. Хочу побольше яркости, чтобы было в этом мире. И поэтому свою программу «Человек в городе» я делаю как можно, ну, более насыщенной, чтобы люди узнавали не только о человеке, кто он, чем живет, а как, допустим, научиться некоторым нюансам его профессии. Как нарисовать линию, которую может нарисовать только художник, или как вырезать что-нибудь на дереве. На этом у меня все. С вами была программа «Вызов принят». До встречи в следующих выпусках. Марин. Марин, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, вот ты сейчас про программу «Вызов принят» записывала. Какие у тебя вообще творческие планы? Программа «Вызов принят» хорошо уже известна нашим телезрителям. Это программа о преступлениях, криминальной направленности, скажем так, но формат будет немножко новый. Как журналист-криминалист я уже больше пяти лет работаю, но в печатных изданиях в основном публиковала материалы. Теперь, я думаю, у меня есть что показать телезрителям. Надеюсь, будет интересно. В общем, будьте с нами, а мы обещаем, что осень будет интересной и уж точно не скучной. На этом все. Другие авторские программы моих коллег вы можете увидеть на нашем сайте город62.tv. Мы желаем вам хорошего продолжения дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова